Для тех, какого YouTube сейчас плохо работает, лагает, тормозит и так далее, я решил завести бусти, где я буду выкладывать свои новые и постепенно старые видео. То есть я и на YouTube по-прежнему буду выкладывать до конца видео, так же и здесь, для вашего удобства, у кого уже плоховато он работает. Но я бы советовал и тем, у кого до сих пор как у меня нормально работает YouTube, тоже подписаться, чтобы мало ли у вас был доступ к моему контенту и в целом, чтобы мы с вами не потерялись. На всякий случай, я думаю, не помешало бы. Это бесплатно, но вы также можете подписаться на мой канал платно, поддержав тем самым меня. За это вы будете упомянуты в каждом видео, на стримах и на шапке канала. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии, так же, как и на мой телеграм-канал, где выходят всякие новости канала, прочие анонтики, прикольчики и в целом моя жизнь. В будущем планирую выпускать также новости и по фандомам, в которых я состою, так что рекомендую подписаться. Ссылочка будет также в описании и в закрепленном комментарии, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Всем привет! Здоровья! Недавно я не выпустила новую короткометражку по адскому боссу. Да, уже смотрели. Еще один шорт выйдет в этом месяце, а за ним еще один в следующем. И, мягко сказать, что-то второй шорт меня совсем не удивил. Но обо всем по порядку. Ну, знаете, по началу меня вообще тоже не удивил абсолютно. Ну, то есть я даже разочаровался. Но потом, в принципе, ну, понял, что, типа, ну, в принципе, нормальная короткометражка. Ну, то есть, мне кажется, от короткометражек особо много, особо ничего и не стоит ожидать на самом деле. Просто маленькие истории. И я, в принципе, говорил такую тему в реакции, но я ее вырезал. Мне потом писали об этом в комментариях, что, типа, такая короткометражка вторая, потому что, типа, говорили, что, типа, будут делать по персонажам, которые мало уделяли времени. А тут имеется в виду, что мало уделяли времени работе наших людей, ой, наших демонов из имп. То есть в последних сериях уже очень мало уделяется времени их работе. Почему изначально был посвящен сериал. Я про это тоже думал и об этом высказывался, но потом это вырезал момент. Тут буквально в принципе теория очень даже, мне кажется, так оно и есть. Вчера решил пересмотреть оба фильма «Нечто». Ну, это старенькое, крутейшее кинцо про инопланетян-импостеров в Антарктике. Короче, Амангас только за 40 лет до и во льда. И тут на тебе, Блит отправляется в Антарктику. Замерзшие трупы, прям как в фильме. Загадочные звери, охотящиеся на ученых. Похоже, Адам Нейлон. Да, именно он писал сценарий к этому шорту. Наглавлялся карпентеровским «Нечто». Ну, видимо, недавно пересматривал, решил. А, будь прикольно, так такое же сделать, короткометражку. Ну, от нечто, на самом деле, только антураж. На деле, вначале мы видим столб лица. Кружка с надписью «Босс Сук». Он из неё пил во второй серии. Я, кстати, хотел такую кружку себе заказать, но в итоге... Да. А в столе можно заметить игрушку Милли, собранную из скрепок. И Мокси из резинки, которыми он игрался в том же самом эпизоде. Потом их окнами ещё и стола вышвыривала. Мы видим изображение арктической станции. И целый документ. Цель неизвестна. Антарктика. Рядом со станцией Макмерда. Это настоящая, крупнейшая американская антарктическая станция. Зверь-людоед. В общем-то, чувак умер от этого зверя. Попал в ад и заказал у Эмпи зверюгу, которая его убила, чтобы спасти его коллег. А далее Мокси записывал всё, что говорил Блиц. Глент ведёт себя как сучка. И раз он всё равно подох, зачем нанимать Эмпи? Задаётся Блиц. Ну, вы же этим и занимаетесь, нет? Ну, и поругался на Мокси, что он записывает всё, что говорит он. Даже говорит во имя сатаны. Скоро, кстати, мы с ним познакомимся. Приоделись ребята знатно. И всё равно... Скоро, да. Да, ладно, скоро. Судя по свечению, они воспользовались кристаллом Асмадея. Ну, да, логично. Да, на Блицу подарил столос. Они думают... А оно и понятно. Ну, о чём ещё он мог пользоваться этому-то и так очевидно. Что морской леопард, это и есть зверь. Ведь он начинает бежать в их сторону. Мокси, кстати, во время выстрела успокаивается и начинает ровно дышать. Уроки Милли из первой серии дали о себе знать. Делал глубокий вдох и расслабься. И расслабься. Ну, кстати, прикольный момент, реально отсылающий на эту серию первую. Никак, точнее, на Аляске. Они гоняли туда посмотреть на северное сияние. Близ даже слепил их фигурки у лошадок из снега. Всё это было в официальных инстаграмах Блица и Мокс. Ну, там 50 на 50 канон, так что можно этим картинкам не верить вообще. Ребят, до 500 тысяч подписчиков осталось... Ребят, до 12 тысяч подписчиков осталось буквально меньше 200. Так что подписывайтесь, чтобы хотя бы у меня было 12 тысяч подписчиков до тех пор, пока Ютуб не заблокируют. Хе-хе. Ладно. Совсем чуть-чуть. Помогите мне достичь такой прекрасной цифры. А я обещал их жрать. А наоборот убегал от более опасного противника. Пингвин. Пингвин, да. Как их много, говорит, что их штук 10. Отсылаясь к подобной шутке в губке Боб Квадратные штаны. В четвёртом сезоне... Патрик, да. Патрик, матрасы. Патрик шутит точно так. А-а-а. Когда они ведут... Сколько их? 10. Да, точно. Только матрасы. Как думаешь, сколько их здесь? Да, у Вен ведра на двери людей пингвин не только ругаются. Причём... Ну, видимо, наверное, реально отстук, потому что прям... Очень оскорбительно. Но имеют полный рот. Да, а у них оскорбения вот так озвучивается. Вау! И теперь я буду так потеряться отныне. Стрых зубов. Кстати, у настоящих пингвинов точно так же. Так ещё и... Ну, не прям точно так же, но... Но не настолько большие, но... Похоже, но не прям такие. Кстати, у настоящих пингвинов точно так же. Так ещё и похоже, именно они зажрали всё население станции. Блиц не может активировать кристалл. А в рай жизни пингвины тоже таки настолько же... Я слышу, что вообще пингвины, на самом деле, те ещё аморальные твари, на самом деле. Но... Не слышу о том, что они прям потрошители людей какие-то. И по сути, кстати, вот ещё по поводу раскрытия. В этой карткометражке нам раскрыли, что Блиц ещё... То есть, он недавно, он же начал только недавно пользоваться этим кристаллом из Матея. Он раньше-то книгой только пользовался. И кристаллом он ещё не привык. Ещё как бы только учится им нормально пользоваться. Правда, до этого как-то он нормально ещё пользовался. В этот раз чё-то... Эээ... Нежных чувств не хватило кристаллу, видимо. Активировал всё время. Милли напоминает ему, что кристальчик так-то с круга похоти. И поэтому камень требует особого способа актив... Надо было просто потереться им... Активации... Да, с... Вот просто пахом вот так. Чикать. Милли же показал, а вот так вот. Надо было так же сделать. Помощью ласк нужно доставить ему удовольствие. И только тогда открывается портал. Возможно, как-то тактильно осмотый сам чувствует эти прикосновения. Хотя подобно... Не знаю. Активация вполне в стиле круга похоти. Кстати, раз кристалл требует разратной активации... Теперь понятно, почему чувак таскал его в заднице в пятой серии. Полица... А, а... А, реально, что ли? Блин, это прикольная деталь. Реально в жопе таскать. Теперь понятно, почему чувак... А, а, реально. Блядь. Ну это реально объясняет. Таскал его в заднице в пятой серии. Учего ласкал... Ну, круг похоти. Что с него взять? Всегда заряжен. У пэллица плохо получается. Зато Мокси — специалист в этом вопросе. Он выводит... не мудрено такую жену иметь конечно будешь специалистом блин уф-уф-уф-уф алфавит своим языком при этом когда он такую предлагают блицу красть под они очень гигиенично ну ладно снеет а затем блиц когда видит искусств если ты писали что типа это первый раз когда блиц покраснел весь за весь сериал вот раньше типа не красил кстати вроде бы реально за ним раньше этого не замечал там окси причем это мили его этому научил ну а что и собой приятно причем это искусство и я представляю еще кое на что работает ведь мог себе сексуал пристать и свое неумение ли но это уже должен быть размерчик такой ого-го и за это правдывает тем что он всегда сверху но со столосом по-другому нельзя они уходят в портал и подрывают станцию вместе с почти всеми пингвинами конец вроде в венном обещала уделять в короткометражках время персонажа которых было мало в шоу и по итогу мы узнали про активацию кристалла ртом и что пингвину это что мог все благодаря мили очень хорош в лизании это тоже очень важный факт убивают но это что блиц в этом очень плохо потому что он актив тоже вот многое такое интересное узнали прошлый раз соли моему узнали просим или чуть больше и про саму соли а тут только то что макси хорошо умеет работать да ну и мяч конечно же выпустили чуть-чуть разочаровался есть такое а что вы думаете а я жду например как я уже говорил об этом короткометражку про воли или про упти гупси может быть даже но это уже вряд ли думаю про марту и мисс мэйбери вот вот про и вот вот эту я думаю мне сейчас я думаю сейчас кучу ли фандоме ждут именно такую короткометражку после 1 после буквально пары кадров с ними двумя столько артов появилось столько комиксов я думаю что виген обязана выпустить когда-нибудь проника короткометражку отдельную выпустят ли в итоге не думаю но посмотрим на самом деле реально хотелось бы посмотреть как они там развлекать кстати кстати была новость то что в атере хазмином покажут во втором сезоне сексуальную жизнь чарли и веги поэтому ждем 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 я подобного ждал и от первого сезона если честно ну не прям чтобы сексуальную жизнь но просто ну типа как-то их взаимоотношения как и пару как там мало показали в сериале в первом сезоне во втором сезоне видимо побольше на подноготную раскроет скажем так ну ладно короче принципе я согласен саджи есть небольшая долька разочарован ну есть такая реально небольшая только разочарование от этого от этой короткометражки но в целом если от не отталкиваться от того что нам говорили что будут комментарии короткометражки и почему я так не могу выговорить нормально слова если если не отталкиваться от того что типа нам говорили что короткометражки будут только про персонажей которым мало уделяли времени в целом нормально Добротно, в принципе, коротметражка Пойдет С пивком-то особенно пойдет, ладно Короче, как-то так Ладно, ребят, ставьте лайки и дизлокейте реакции Подписывайтесь на канал, не забудьте прижимать на колокольчик Чтобы приходить рюкзак в виде в будущем Ссылочка на Савик Тим Обязательно будет ссылочка в описании Запрепленном комментарии на Бусти и телеграм-канал Обязательно на них подписывайтесь, чтобы, если что, с уютом Случится, быть на связи И чтобы мы с вами не пропадали На Бусти, как и на Ютубе Выкладываю новое видео для тех, у кого Ютуб Тормозит На Тимграме выкладываю всякие разные новости И прочие интересности Так что подписывайтесь Ну и на оригинал тоже будет ссылочка Всем же на здоровье и, конечно же, мир Всем пока-пока